да ребята технологии современные подводят и работать по моему совсем невозможно в этой ситуации я пытался много раз подключиться и ничего в конечном итоге не заработала и зум прерывается facebook сам тоже не дает поэтому если меня еще раз видно еще раз давайте отметьте пожалуйста что слышно видно и мы будем разговаривать прямо в таком формате потому что другие форматы не поддерживаются не работают я не буду занимать вас много времени потому что уже 20 минут потрачено поэтому начнем с наших новых услуг мы предлагаем четыре услуги для amazon предпринимателей тех людей которые торгуют на amazon и все четыре услуги касаются отзывов мы три услуги а к три услуги из этих четырех посвящены получению отзывов и одна услуга посвящена удалению отзывов то есть мы разработали свою свою методологию как мы будем получать и удалять отзывы и так хорошо что меня видно спасибо спасибо нас уже 19 человек еще раз прошу прощения за то что так произошло не моя вина техника не работает и так наверное многие уже проходили эту тему когда вы создаете товар да то есть вы завозите его на amazon и очень старая школа когда люди предлагали что давайте положим какой-нибудь стикер стикер брошюру какую-нибудь открытку в саму коробку с товаром и попросим таким образом у человека отзыв это самый дешевый метод самый рабочий бла 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 но в определенный момент конечно же это нарушает правила амазона и в определенный момент amazon начал банить за это и это уже давно и не один десяток наверное аккаунтов люди потеряли только на том что они вкладывали какую-то брошюрку этот товар выкупался конкурентами конкуренты делали фотографии отправляли в amazon и собственно через полчаса два часа у вас наступает бан сначала листинга потом аккаунта или наоборот тем не менее технология казалось бы простая к технологии казалось бы дешевая но она не работает не работает по причине того что за это светит светит бан да и то есть презентация к сожалению не работает и первый как раз слайд презентации и называется что это как вложение в товар как первый шаг бану аккаунта да это так и есть но сейчас мы уже тестируем совершенно другой подход потому что без вложений в товар к сожалению в я бы сказал в 90 процентов случаев нельзя потому что это неуважение клиенту смотрите как мы подходим то есть мы так как я живу в соединенных штатах америки и многие мои партнеры том числе и программисты к с которым мы работаем живем в сша то вот этот вот момент с вложением в товар он обсуждался много раз и все так делают но кого-то банят на самом деле как нам кажется что бан происходит по причине того что в в этом вложении вы прямым или косвенным образом у человека просите отзыв собственно для этого вложение и делается но ведь существует огромное количество технологических товаров любая электроника или там какие-то аналогичные товары которым нужна инструкция и вот за инструкцию вас никто никогда не забанит это наше мнение с которым кто-то может спорить но я думаю что это бессмысленно идея наша заключается в том что если мы создаем инструкцию к товару и дальше не просим отзыв а делаем некую такую прослойку когда человек получил инструкцию или какую-то брошюрку ему говорится то есть у нас сейчас на сегодняшний день есть два варианта первый вариант это мы говорим что согласно законодательству у нас есть у вас есть гарантия на наш товар в течение одного года но в случае если вы сделаете какое-то действие то вы получите гарантию на три года и вот это или там на два года да суть не в этом но вот это вот действие когда мы говорим человеку что получи расширенную гарантию нужно делать через прокладку мы не должны делать мы не должны просить отзывы мы должны просить заполнить анкету как знаете то есть когда вы заполняете даже в наших странах заходите вальдорадо и вы можете купить какой-то товар и заполнить сертификат на гарантию как это там как-то как-то называется типа дополнительная гарантия вот где выводите имя фамилия свой адрес и email и и там email телефон возможно еще какие-то контактные данные то есть наша идея заключается в том что когда мы делаем некое вложение в товар это может быть стикер это может быть наклейка на холодильник это может быть все что угодно то есть мы есть несколько уже на работах несколько вариантов вот когда мы делаем вложение на товар мы даем человеку qr-код который человек сканирует со своего телефона и попадает на простой лендинг где изображен ваш товар и форма для заполнения в который мы не просим человека оставить отзыв а мы просим человека предоставить данные о себе для того чтобы получить гарантию или предоставить свой email для того чтобы мы могли ему отправить гарантию расширенную гарантию на товар это вот первый вариант а второй вариант который мне предложил наш программист это вообще на самом деле гениальное изобретение компании икея как в америке она называется айкея что они делают был в америке случай такой после которого они начали это делать есть тумбочка маленькая тумбочка которая для детской комнаты кажется что-то типа того и вот это вот тумбочка видимо что там были какие-то проблемы с ножками она упала на ребенка и ребенок повредился я не знаю умер не умер не суть важна так вот с тех пор компания айкея начала говорить следующее что когда вы покупаете наш товар мы просим вас предоставить нам данные в случае если на вся партия товара будет отзываться мы с вами свяжемся что подразумевается допустим вот у меня там есть одна старая машинка и мне периодически приходит там сообщение что типа ваш ваша машина вашей машине десятилетней давности обнаружена неисправность пожалуйста приедьте на станцию мы вам ее бесплатно поменяем так работает американское законодательство то есть даже если какой-то инструмент агрегат или какой-то продукт был серийно был испорчен именно на заводе то его нужно отозвать компенсирую или отремонтировать за счет производителя таким образом если у вас есть любой товар на самом деле количество креативных идей как можно засунуть вот эту вот гарантию или просьбу о возврате товара на самом деле это количество просто не ограничено да то есть мы можем придумать все что угодно так вот идея заключается в том чтобы когда вы продаете товар вы вкладываете какую-то штуку которую мы придумаем эта штука ведет на лендинг на лендинге человек заполняет форму со своими контактными данными и ему отправляется автоматически там по имейлу или по смс как вам удобно отправляется что-то в качестве подарка и опять же там нету никакой связи с отзывами или там с требованием уйти на какой-то другой сайт или еще на что-то потому что вот таким образом мы только получаем с него данные мы начнем с ним работать мы начнем работать с ним по отзывам через два-три месяца то есть тогда когда уже все условно конкуренты которые могут на вас пожаловаться вот за за подобную вещь они уже о вас забудут потому что в самом начале при продаже товара мы не запросили никаких отзывов мы не запросили никаких вещей и вот эта услуга полностью эта услуга вместе со сбором данных у нас есть под ключ то есть если вам это интересно мы можем отдельно с вами поговорить на консультации консультации бесплатной и на сайте customcare.us вы можете заполнить там специальная форма а напишите слово project или project amazon и получите скидку от 50 до 100 долларов на любые выбранные услуги это вот первая услуга опять же буду рад если вы напишите какие-то комментарии касательно данной услуги насколько она интересна на что мы не предусмотрели потому что реальных результатов у нас пока нету мы только начали тестировать эту услугу и только начали тестировать этот сервис и но по нашему убеждению это должно работать если только это делать действительно аккуратно и прежде всего как называется наш сегодняшний вебинар это customer service то есть начните заботиться о ваших клиентах именно заботиться а не просить у них отзывы просто ну оставьте отзыв ради отзывов называется вот это первая услуга если будут опять же какие то вопросы я с удовольствием на них отвечу дальше представим что человек купил вашу услугу как купил ваш товар товар пришел там с купоном с этими не с купоном вы собрали данные не собрали данные следующий момент который мы можем предложить в качестве услуги и мы его уже протестировали несколько дней назад я написал в этой группе наших сообществах о том что за наш клиент потратил 600 долларов он получил 40 даже уже на сегодняшний день 42 отзыва просто еще не все открытки дошли вот мы получили он получил 42 отзыва шесть человек предоставили свои мобильные телефоны потому что они сказали что да нам интересно ваш товар и мы готовы получать предложение через смс или какими-то звонками любыми путями и 26 человек из этого числа цифра не изменилась предоставили свои email адреса для того чтобы мы могли им делать рассылку и они готовы ожидать то есть на самом деле что мы сделали мы сделали мы выгрузили базу данных из мы выгрузили историю продаж определенного продукта сделали для нее киарку сделать для нее открытку открытка большого размера 6 на 11 инчей вот с двух сторон красивые заказали в типографии вот и нанести на нее qr-код что ну то есть qr-код который ведет на через технический домен начат бота чат-бот специальным образом настроен и там происходит отзыв в чем преимущество такого вообще подхода первое мы не работаем с людьми которые пришли к нам с рекламой или то есть мы не ищем заранее людей которые нам нужны только для того чтобы получить от них отзыв то есть мы работаем только с реальными людьми которые купили товар через amazon без каких-либо аффилицированных программ человек купил товар через месяц или там через два мы ему присылаем открытку в которой мы прежде всего опять же customer service мы интересуемся насколько вам понравился наш товар и если человеку понравился товар если человеку не понравился товар через чат-бота мы его ведем на менеджера который говорит что ой извините так и так ну и то есть решает какими-то путями потому что допустим репеллеры они никого ну то многие подторгуют репеллерами да репеллеры они никого не убивают они убивают крыс тараканов они ничего не делают они создают лишь среду которая неудобно или как сказать не благопол не благоприятно для жизни вот этих вот насекомых там или крыс вот но она никого не убивает поэтому человек порой человеку нужно просто объяснить как это работает вот и тогда возможно его отношение к товару изменится вот это опять же customer service то есть если человеку не понравился товар он ведется на менеджера если человеку понравился товар то мы его ведем несколькими путями предлагаем ему гифт карточки или какой-то дополнительный подарок или какую-то электронную штуку вот которую мы ему отправим после того как он оставит отзыв мы считаем что такие отзывы будут удаляться как можно меньше потому что нету прямого входа с фейсбука человек заходит на то есть человек купил товар это или степи си или с просто с поиска по амазону да то есть какими-то другими путями вы к этому не причастны никаким образом это первое и второе человек когда оставляет отзыв он заходит просто через свой через свои ордера то есть нет никакого намеченного трафика и он никак не задействован тем более этот человек не состоит в группах ревьюеров какие бы не были совершенной группы ревьюеров я знаю таких очень много вот там все равно люди все заинтересованы то есть да и у них там есть какой-то алгоритм то есть кто-то оставляет отзыв не больше чем один в неделю кто-то не больше чем два в неделю там будет два в месяц там лично то есть какой то есть алгоритм по которому работают все эти вот эти вот группы ревьюеров иначе они просто не существовали мы уходим от группы ревьюеров мы считаем что группы ревьюеров это на сегодняшний день самые некачественные самые бесполезные отзывы потому что такие отзывы будут тереться и и трутся это подтверждает практика трутся в первую очередь то есть что мы делаем мы делаем открытку мы отправляем ее человеку который купил товар сам месяц два месяца три месяца назад возможно то есть это алгоритм который то есть человек может оставить отзыв в течение шести месяцев после того как он купил товар соответственно вот эти вот шесть месяцев у нас есть на то чтобы ему предложить вот это вот спросить у него прежде всего о том как ему понравился наш товар и потом получить от него отзыв услуга есть на нашем сайте и отдельно а бонусом как мы называем это что мы разработали то есть возможно вы уже слышали об этой услуге что можно там отправились открытки бла 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 вот но мы разработали новую технологию который на сегодняшний день нет нигде я разговаривал когда мы только придумали эту идею я начал анализировать множество типографий каких-то сервисных компаний которые оказывают подобные услуги но такого сервиса нет нигде что мы придумали смотрите мы берем открытку и у нас есть номера заказов и имена людей которые оставили отзыв да и мы делаем qr-код только qr-код не начать бота а qr-код через наш технический домен который мы представляем абсолютно бесплатно в рамках услуги и когда человек сканирует этот qr-код он уникален для каждого человека то есть если мы отправили тысячу открыток то то мы размещаем тысячу уникальных qr-кодов на то есть по индивидуально на каждую открытку и когда человек только сканирует qr-код мы автоматически знаем что вася пупкин проживающий в канзасе по такому-то адресу купивший такой-то товар такого-то ордена тогда-то по такой-то дате он купил наш товар и он лоялен к нашему товару он готов с нами взаимодействовать таким образом вот из нашего примера когда мы отправили тысячу открыток мы получили на сегодняшний день 73 73 до перехода то есть мы знаем что 73 человека которые купили наш товар они готовы к взаимодействию с нашим товаром и соответственно потом там через месяц через два через полгода через год мы можем этим же людям уже подготовлен которые лояльны вашему бренду мы можем отправлять дополнительные предложения любым доступным для нас путем такого сервиса такой услуги не представляет никто даже если вы отправите тысячу или десять тысяч открыток вы никогда не будете знать кто конкретно из ваших покупателей оставил отзыв мы это решаем и мы это решаем технологическим путем то есть мы делаем сейчас софт который будет все это складывать пока на сегодняшний день это все делается через google docs да то есть все будет укладываться там но потом то есть я чуть-чуть позже об этом расскажу мы сейчас разрабатываем софт уже полгода наверное потратили на это вот который будет это анализировать и даст вам еще больше информации гарань гараничев на отзывы есть гарантия гарантия на отзывы есть так в это ваш вопрос гарантия на отзывы есть да конечно есть мы даем гарантию стопроцентную сразу после того как вам даст гарантию джефф бесос господь бог или еще кто-нибудь то есть это наша версия это наша услуга мы предоставляем сервис и мы считаем что этот сервис будет наиболее качественным наиболее такие отзывы будут жить наиболее долго почему потому что нету никаких групп ревьюеров нет никаких других взаимодействий это реальные люди которые с которыми мы работаем то есть это каст реальный качестве качественный customer service который мы предлагаем и я считаю что ничего лучше чем реальные отзывы от клиентов ничего лучше не невозможно придумать мы просто стимулируем нашими технологиями получение таких отзывов опять же показываю просто результат но я считаю что этот результат может быть намного лучше благодаря чему благодаря какому-то дизайну благодаря офферу более интересным благодаря еще каким-то наработкам которые мы сейчас разрабатываем то есть мы отправили 1000 открыток за 600 долларов потратили всего это вместе с нашими с нашим сервисом вместе нашей услугой за 600 долларов мы получили 42 отзыва мы получили 69 пик переходов мы получили 26 емейлов и 6 номеров телефонов то есть это та база ваша база клиента с которой вы можете работать потом в будущем и это только ваша то есть у нас сейчас есть уже наша паласе согласно которому мы не распространяем не передаем и не продаем информацию полученную от вас как от клиента то есть или полученную в результате работы с вами то есть ни в коем случае это только ваша информация только ваша база данных ваших потенциальных клиентов а как вопрос а как вы вытаскиваете адреса клиентов для отправки amazon прячет адрес line для клиента нет amazon не прячет адрес line для клиента и amazon никогда на самом деле мне кажется этого делать не будут потому что есть такой есть fba есть fbm да и по fbm он должен вам предоставлять адрес соответственно в отчетах можно посмотреть и найти эти то есть если нужно я вам скину если вы будете с нами работать я вам скину видео инструкцию куда нужно зайти и где нужно выгрузить отчеты по доставкам вашего товара то есть это уже следующий это уже следующий момент я думаю что я его объяснил это должно хорошо работать опять же если у вас будет какая-то критика в адрес данной услуги скажите нам я с удовольствием обслужу этот вопрос с нашими программистами если мы что-то не увидели что-то не усмотрели мы это очень быстро исправим но на сегодняшний день я считаю что кроме того что мы получаем отзывы то есть за 600 долларов мы получили 40 отзывов это сколько 15 долларов за отзыв фактически затрата но к 15 долларов за отзыв мы еще добавляем базу клиентов с которой потом можно работать с ней можно работать через месяц через год через два года через сколько угодно анна корниенко по fba адрес line скрыт нет адрес line не скрыт просто нужно знать в каких отчетах искать ну да то есть я могу вам дать видео инструкцию где это найти и как это работает опять же объяснил дать технологию как это работает потом пожалуйста то есть на сегодняшний день вот эту технологию с уникальным qr кодами не оказывает никто мы как американская компания получили пермит от юс пиеса то есть это пермит это разрешение от юс пиеса на рассылку коммерческой рекламы вот и мы это делаем от имени нашей компании моя компания называется дамки джеттен корпорейша вот мы зарегистрированы в джорджии и если нужен вам такой сервис пожалуйста обращайтесь мы с удовольствием будем тестировать вместе с вами какие-то новые наработки но уже у нас есть результат вот это получение отзывов дальше соответственно из получения отзывов по открыткам как мы это называем да если интересно детально зайдите на на сайт custom care . и с там где-то в описании ссылки были не забудьте про промокод project amazon или просто project вот и там вы можете сразу и посмотреть детали и забить калькулятор посмотреть сколько это будет стоить в итогом выражении но опять же цены примерные после индивидуальной консультации возможно будут какие-то изменения конечно в меньшую сторону вот это вот первое дальше из открыток у нас выходит следующие следующая услуга которую мы сейчас тестируем мужей она уже готова просто у нас нету достаточно много результатов для того чтобы сказать что да это работает вот таким вот образом вот такие будут результаты что мы делаем мы предоставляем услугу после задания чат-ботов чат-боты наверное делать не делай сейчас только ленивый но что придумали мы я вам сейчас просто расскажу когда вы то есть большинство амазончиков делать чат-боты через для того чтобы запускать туда людей с рекламы то есть реклама выглядит таким образом получи 20 долларов там или сколько-то денег в обмен на твое мнение или твое мнение стоит сто процентов стоимости товара вот такие вот я варианты видел то есть очень много но везде система примерно одинаковая то есть получить товар в обмен на отзыв и человек соглашается с какими-то будет вопросами человек получает ссылку на amazon человек покупает на амазоне потом возвращается бла-бла-бла через два-три дня через десять дней у человека спрашивают понравилось оставь нам отзыв пожалуйста и мы с тобой ну то есть вот таким вот образом технологии работает только я разговаривал со многими не буду сейчас называть чтобы не как-то не буду называть сейчас людей с которыми я общался но как правило подобные отзывы с очень высокой вероятностью трутся в течение двух месяцев амазона и мы считаем то есть наши программисты изучили много изучали этот вопрос и и а пришли к выводу что на самом деле конечно когда вы заходите на amazon amazon даже фиксирует как вы двигаете мышкой там по листингу на куда вы какие фотографии вы открываете и так далее это на самом деле эта технология есть она уже давно обработана но давайте только представим что когда вы даете человеку ссылку на ваш amazon листинг даже с ключами даже запиленными туда какими-то вещами для того чтобы ранжировать и так далее когда вы это даете человек на нее нажимает и переходит на amazon что в этот момент происходит в этот момент amazon видит что намаз на ваш листинг который вы и дали человеку пришел человек с адреса м . facebook.com да вы скажете что amazon любит внешний трафик но не до такой степени потому что когда ну во первых программисты amazon знаешь такой чат-боты да и что все массово этим пользуются но когда допустим у вас на листинге вы можете посмотреть статистике сколько у вас в день пришлось людей там 100 человек 200 человек и когда вот из общего количества людей к вам на листинг приходит определенный там из тысячи 100 пришло с фейсбука и эти 100 все оставили вам отзывы там через неделю то уверяю вас что вот моим программистом с которым мы работаем в одной команде для того чтобы настроить автоматический алгоритм сноса таких отзывов нужно я думаю я не даду соврать нужно я думаю пару часов и этот механизм будет работать он будет работать в автоматическом режиме никто даже не думать не будет париться о том как сносить и как выявлять такие фиктивные отзывы об этом наверное никто не говорит но да типа ну внешний трафиком одну любит бла-бла-бла но что мы придумали сразу сразу даю вам решение возможно у вас есть программисты которые сделать примерно то же самое если нет обращайтесь мы это сделаем в рамках создание чат-бота бесплатно это входит что мы делаем мы разрабатываем для вас алгоритм общения с покупателем с чат-бота то есть человек увидел рекламу получи товар в обмен на отзыв или какой-то аналогичный вариант вот он заходит в ваш чат-бот и дальше когда вы ему даете ссылку вы ему даете ссылку не напрямую на листинг амазона а мы делаем для вас технический домен на на своем сервере на который вы даете человеку доступ человеку ссылку то есть идет ссылка с фейсбука она идет на технический домен а с технического домена существует алгоритм благодаря которому случайным образом мы даже этого не знаем но случайным образом человек попадает на амазон через google youtube twitter instagram интерес и и еще другие сервисы то есть фактически что видит в данном случае амазон амазон видит что люди пришли на на амазон на ваш листинг из ютюба гугла интереса и других сервисов таким образом что мы делаем мы размываем вот это вот количество людей которые идут к вам с фейсбука на сегодняшний день мы еще не до конца протестировали эту возможность возможность такая есть то есть мы у нас есть это уже услуга и мы это делаем вот но мы не до конца протестировали результат потому что на это нужно пару месяцев тем не менее сама сам факт того что люди не попадают на ваш листинг из фейсбука из мессенджера фейсбук тем более причем это то есть это не фейсбук а это именно мессенджер фейсбук когда вы даете ему прямую ссылку из это можно посмотреть вот когда люди попадают на ваш листинг с какого-то случайного сайта причем известного да из инстаграма из пинтереста из твиттера там есть множество других вариантов вот по определенному алгоритму то это размывается и вероятность сноса таких отзывов значительно больше это вот второй чат-бот первый чат-бот который мы делаем это для открыток с определенным алгоритмом который мы мы проанализировали достаточно много чат-ботов конкурентов ему можно сказать что да вот мы сделали нечто свое условно уникальное без фанатизма вот второй чат-бот это для рекламы и наш алгоритм отличается от всех других мы считаем что этот алгоритм будет работать качественнее дольше вот это вот второй чат-бот если вы зайдете к нам на сайт custom care .us и ведете не забудьте ввести промо код project вот то вы увидите там информацию о том что мы делаем три чат-бота по цене одного что то что такое третий чат-бот не знаю все ли вы видели два дня назад марк цукерберг на своей странице сказал что у них в фейсбуке теперь есть полноценный шар то есть все что принадлежит марку цукербергу это фейсбук ватсап и ватсап и инстаграм теперь во всех этих вещах можно сделать можно сделать свой магазин полноценный магазин который будет реестр заказов доставки бла-бла-бла все это вот это вот будет в том числе и прием платежей в том числе и обработка платежей вот в том числе там нужно будет вводить номера для шиппинга да вот и таким образом вы можете но многим не нравится что amazon берется на себя очень много денег за весь этот сервис в нашей среде существует много и бим бим центра фулфилмен центров на вот которые уже предлагают услуги по и биму что мы предлагаем мы а вот этот вот следующий третий чат-бот мы адаптируем вам для повторных продаж любой товар может продаваться мне кажется несколько раз то есть допустим мой любимый пример репеллеры да если человек у вас купил один репеллер то вы должны ему объяснить что одного репеллера на вашу весь дом не хватит потому что репеллер действует в радиусе там по моему шести метров что ли что-то типа того в америке америка одноэтажная и у них у меня вот допустим дом 250 квадратных метров да и чтобы покрыть весь дом репеллерами мне нужны штук десять так вот давайте когда мы собираем информацию с амазона когда мы делаем вот это вот выгрузки и получаем дополнительную информацию через открытки через чат-боты мы это все аккумулируем в одну общую базу и вот к этой базе мы можем подключать отдельный чат-бот который будет непосредственно заниматься дополнительными продажами вторая продажа давайте скидки и так далее которые будут вести именно вне амазона пожалуйста вы можете сделать это дополнительно как с амазона так и без него вы продаете через фейсбук вы доставляете товар с бем склада с любого американского или хотите вы можете хоть из китая отправлять этот товар да непосредственно человеку потому что фейсбук не будет вас ругать о том что у вас там доставка пять дней да и там десять дней то есть это это не тот инструмент но зато мы выходим намного больше глобальные за пределы амазона то есть это сразу facebook instagram и ватсап три площадки сразу мы можем сделать отдельный чат-бот который будет предлагать там какие-то варианты с купонами скидками или еще чем то вот этот вот третий чат-бот который мы собственно предлагаем да возможно в нем нет ничего нового но думаю что не далеко не все из вас это делают опять же для того чтобы продавать через фейсбук вам нужна американская компания счет банки если нужно пожалуйста обращайтесь мы это делаем профессионально мы считаем селс таксы мы делаем считаем nexus мы считаем годовые отчеты открываем компании делаем все это под ключ и наши цены очень демократичны по сравнению с конкурентами итак это вот была третья услуга то есть первая услуга это была гарантия на товар я не рассказал вторая услуга это открытки я считаю что на сегодняшний день это будет самый дешевый метод самый дешевый самый эффективный метод получения отзывов на амазоне это открытки потому что ну стоимость я вам уже о ней рассказал а эффективность показано тем что люди никак с вами не связаны это реальные покупатели которые может в жизни никакой отзыв о себе не оставлю товаре не оставляли соответственно такой отзыв намного ценнее чем любые другие третья услуга это три чат-бота по цене одного пожалуйста вы за можете зайти на сайт наш кастом кир . и введите код промо код project и вперед заказывайте будем с вами общаться и четвертая услуга четвертая услуга на сегодняшний день вот в том виде в котором мы ее предлагаем она не оказывается никем что мы придумали вот если подойти к удалению отзывов ну то есть к работе с негативными отзывами с точки зрения customer service то как раз вот это решение нам на наш взгляд нам мне кажется наиболее правильным когда вы знаете что человек вам оставил плохой отзыв что как продавец как ну в идеале да что как продавец вы должны сделать должны написать должны сказать ему что вам не понравилось в нашем товаре чем вас не устроил можем ли мы вам как-то помочь и так далее потом вы можете ему позвонить вы можете отправить ему открытку сказать что пожалуйста свяжись с нами или письмо какое-то с извинениями и бла-бла-бла и свяжись с нами мы с тобой поговорим мы тебе объясним что этот товар работает или не работает почему да и потом мы уже урегулируем с вами этот конфликт вот эту услугу мы решили делать под ключ то есть что мы делаем да на сегодняшний день у нас нету хороших технологий как получать контактную информацию мы можем это делать то есть или через специальный сервис или с помощью автоматизированной программы называется google google поиск тебе то есть мы можем с высокой долей вероятностью узнать кто во первых мы можем узнать сто процентов кто оставил отзыв негативный или позитивный по номеру по айди отзыва то есть мы можем сразу сказать что вася пупкин который заказал этот товар вот его номер заказа вот его домашний адрес вот он оставил вам плохой отзыв это первое что из этого мы делаем мы из этого делаем первое мы можем отправить ему конверт с письмом о том что извините нам очень жаль пожалуйста свяжитесь с нами для того чтобы мы с вами поговорили обсудили это первый вариант второй вариант мы его можем завалить серии email писем в которых мы будем это то же самое делать да то есть просить его выйти с нами на контакт и третье что мы можем сделать мы можем есть так специальные сервисы которые дают общедоступную информацию о номерах телефонов этого человека то есть если есть в интернете он где-то когда-то оставлял номер телефона то этот сервис спарсит его и мы имея телефон мы можем ему позвонить мы можем позвонить и уже голосом с ним поговорить что он действительно не понравился в нашем товаре вот и так или иначе рано или поздно мы его с высокой долей вероятности я считаю мы можем как это сказать не принудить а сделать так чтобы он удалил свой отзыв мы можем предложить подарок мы можем сказать что ой мы извиняемся наша компания очень новая нам очень важно ваше мнение мы уже улучшили мы сделали все что угодно только для того чтобы вот пожалуйста удалите отзыв и на самом деле мне кажется что вот я живу в сша да то есть я сначала оставлю плохой отзыв но через неделю мне уже будет более добрый я буду более добрый и если если люди которые продают там какие-то несколько товаров да то можно просто предлагать дополнительный товар просто в качестве подарка и пожалуйста удали отзыв теперь о результатах мы взяли на сегодняшний день 67 отзывов на удаление мы за первый день обзвонили 12 человек три человека мы попали в точку то есть мы узнали из 12 три номера телефона и из трех мы удалили один отзыв это только начало то есть над каждым отзывом мы будем работать минимум 30 дней и после этого если не получится то мы скажем ну не получилось конечно потому что есть вероятность что этот отзыв оставил конкурент или как какой-то отзыв еще каким-то образом ну то есть какой-то противный клиент попался но в чем фишка нашей услуги в том что и менеджеры которые занимаются этим непосредственно звонят клиенту и мы зарабатываем только в том случае если мы удалили отзыв то есть вы нам платите вознаграждение только в том случае если мы реально удалили ваш отзыв если нет ну ну нет да мы пытались все цены все условия на нашем сайте customcare.us и пожалуйста вы можете посмотреть там есть детальное описание нашей услуги как это работает так давайте давайте я прочитаю отзывы сергей хотимов в qr-коде что за информация будет в qr-коде будет технический домен который мы делаем специально для вас и в qr-код вписывается информация о человеке номере заказа и адресе его доставки то есть если мы на открытку делаем уникальный qr-код мы мы купили дракушечный принтер чтобы эти индивидуальные qr-коды впечатать в каждую открытку и вот когда человек сканирует qr-код мы знаем что это именно этот заказ именно имя Вася Купкин и адрес что он оставил именно по такому адресу ну то есть он живет по такому-то адресу соответственно вся эта информация потом будет передана вам пожалуйста работайте любыми путями как вам хочется я думаю что ссылка на лендинг где дальше будут сопровождать покупателя при этом в этот qr-код можно сразу внести что сейчас секунду все данные по покупателю фио адрес номер заказа в котором он купил товар потом эти данные представить на форму на лендинге чтобы покупатель не пришлось самому заполнить поля опять же помощь лояльное отношение к покупателю но не совсем так потому что лендинг когда нужно заполнять поля это про гарантию если про гарантию то qr-код вложен в сам товар и мы не знаем кто купил товар по какому адресу какое имя то есть это немножко другая вещь или возможно я вас неправильно понял по своему опыту я заметил такое что когда что-то гуглю товар товар какой-нибудь то потом ссылки на похожий товар появляются в моем фейсбуке в виде ссылок на поставщика хотя гуглила я это не заходя в свой аккаунт гугла ну да так оно и есть это уже отдельные алгоритмы которые делают фейсбук и рекламные рекламные агентства вот то есть это вот последняя услуга которую мы предлагаем на сегодняшний день это удаление отзывов то есть удаление отзывов не просто как-то мы там будем какие-то лайки дизлайки ставить на этот отзыв но мы будем реально работать с вашим клиентом с покупателем вашего товара с тем человеком непосредственно который этот отзыв оставил и я считаю что это наиболее правильный путь потому что когда мы уговорим этого человека он может из негатива перейти к вам в позитив да и потом опять же у нас есть вся информация о том какой отзыв мы удалили да мы ее передаем вам и вы можете этому человеку потом отправлять предложение о том что чувак давай вот так вот сделаем или там купи у нас дополнительный товар или у нас появилось какое-то обновление у нас появился похожий товар из этой группы или из другой группы ну все что угодно это уже дальше ваше это дальше уже ваше решение да отдельно тема которую мы заметили то есть не буду скрывать что вот эти вот отзывы которые мы сейчас пытаемся удалить это из группы моих любимых repeller да то есть разные разные штуки которые кого-то убивают или уничтожают и сейчас мы пилим софт я уже сказал об этом пилим софт уже почти полгода не знаю сколько еще нужно быть на это время но тем не менее что мы заметили вот из 67 отзывов которые мы взяли мы выяснили что большая часть людей которые купили ваши repeller я думаю что repeller много кто продает это люди которые старше 55 лет и когда кто-то пытается делать рекламу в фейсбуке на людей для того чтобы они купили вам repeller то люди сливают просто деньги и потому что этих людей нет то есть на амазоне repeller это пока не точная информация то есть мы сейчас как раз и занимаемся разработкой софта который будет анализировать кто является вашим покупателем то есть условно вы имеете 10 тысяч продаж историю какую-то продаж за какой-то период времени мы эту историю продаж сопоставим по штату то есть мы вам скажем что ваш repeller во флориде нифига не продается он лучше всего продается в Нью-Йорке поэтому перестаньте тратить деньги на рекламу во флориде давайте займемся Нью-Йорком дальше если мы знаем что ваш repeller или там какая-то другая коробочка продается среди людей старше 55 лет то мы найдем таких же людей или похожих людей которые один в один похожи на тех людей которым вы уже продали допустим наверное многие из вас не знают но в Соединенных Штатах Америки есть целые населенные пункты в которых можно купить дом только тем людям которые старше 55 лет условно или старше 50 лет это специально создаются комьюнити для возрастных людей и они прописывают это в правилах что ты не можешь купить дом если ты моложе этого вот ваша аудитория то есть если вы продали и мы выяснили что вот такая вот ваша аудитория то есть старше 55 лет то дальше мы можем сопоставить ее с кучей возможных данных и найти другую идентичную аудиторию и стоимость такой продажи условно рекламы или оффлайн какого-то мероприятия будет стремиться к нулю ну то есть она будет настолько опускаться что это ну то есть это максимально максимально будет дешево потому что на сегодняшний день все что продается никто из продавцов на амазон не никогда не знает кто его настоящая аудитория мужчины или женщины в каком возрасте где они живут то есть никто этим не занимается анализом на самом деле в этом и есть ключ к определенному успеху потому что благодаря этому можно снизить стоимость товара то есть не нужно думать об упаковке потому что если люди покупают в возрасте старше 60 лет то какую бы упаковку и не сделали им главное чтобы коробочка работала вот то есть здесь нужно немножко больше данных я думаю что презентацию на эту тему мы сделаем позже тогда когда у нас будет уже софт который разработанный под это софт так еще вопросы открытка вкладывается в товар и открытки печатаете вы то есть нужно товар ввести не сразу на амазон а сначала в какой-то в какой-то в какой-то прип центр в котором ваши открытки будут вложены в товар нет вы неправильно понимаете у нас есть две разные услуги то есть первое это открытка вложения в товар то есть мы можем для вас это все сделать под ключ то есть мы придумываем создаем лендинги бла-бла-бла и вложение в товар вы можете делать в Китае непосредственно там где вы производите товар и стоимость такого вложения будет не просто копеечная смешная вот и таким образом вы можете на всю партию заказать вот это вот вложение или там на коробку нанести или стикер или магнитик какой-то сделать вот который будет собственно помогать вам получать отзывы но не сразу то есть я объяснил эту технологию это вот первая услуга и вторая услуга уже для действующих товаров в которых нету подобные вещи или которые которые можно просто усилить то есть мы выгружаем вашу историю продаж с Амазона и работаем с этими людьми то есть мы говорим что давайте мы не будем отправлять открытки тем кто купил вчера а мы отправляем открытку тем кто кто купил два месяца назад таким образом скорее всего мы отсечем всех возможных конкурентов которые делали выкупы для вас два месяца назад мы выгружаем эту базу отправляем всем этим людям открытки с уникальным QR кодом я объяснил почему для сбора информации и по определенному алгоритму мы просим у них отзывы такие отзывы получаются на сегодняшний день у нас получилась стоимость такого отзыва 15 долларов плюс масса информации о тех людях которые лояльны к вашему бренду к вашему товару к вашему к вашей продукции вот это ответ на этот вопрос ты сам продаешь на Амазон сколько ревью ты сделал себе в какой категории твой товар и какой БСР я продаю у меня есть партнеры с которыми мы продаем в категории я уже сказал в какой категории мы продаем мы пытаемся кого-то убить тараканов шучков паучков крыс вот и но ну вот собственно наверное я ответил пример по отзывам я вам тоже сейчас дал за 600 долларов мы получили 42 отзыва услуга открытка вы сказали что отсылаете клиенту открытку и говорите о его лояльности сейчас секунду открываю вы сказали что отсылаете клиенту открытку и говорите о его лояльности о чем вы просите клиента в этой открытке когда мы отправляем открытку мы предлагаем ему какую-нибудь плюшку да то есть мы ему говорим что есть разные идеи это может быть как вариант что мне всегда очень близко то есть всегда давайте клиенту как минимум два варианта на выбор то есть вы можете сказать получи ты купил репеллер получи какой-нибудь второй репеллер бесплатно или получи банку чего-нибудь или получи какой-нибудь другой подарок и на самом деле это очень хорошо работает оффлайн маркетинг потому что здесь в сша в каждый день в каждый ящик приходит достаточно много рекламы и она реально работает то есть люди ее просматривают просматривать и вот я вам сказал уже статистику из тысячи из 1072 у нас перехода то есть из 1000 открыток у нас 72 перехода я считаю что это семь процентов это очень круто но можно и больше какому какому можно предложение сделать на ваш выбор их достаточно много вариантов то что вы можете предложить какую-нибудь gift card то есть есть идея что можно человеку сказать сейчас же кризис по безработице он сказать что заработай заработай 20 долларов за пять минут и просто qr-код и там нет информации о вашем товаре там нет ничего да то есть мы не говорим что это не обязательно что действительно что там ты купил наш товар а просто отправь ему открытку но ты уже знаешь что это этот человек который откроет эту открытку он именно купил товаре он может оставить вам отзыв то есть вот это длинная такая длинная такая теория то есть с опытом 42 любви вы запускаете услугу ну да потому что во первых этим этим занимаются очень крупные продавцы ну то есть очень крупные продавцы бренды делают эти делают такие открытки это во первых а во вторых это работает в сша в абсолютно любой услуги в абсолютно любом товаре и третье что мы запускаем эту услугу только потому что наша эффективность наш коэффициент полезного действия будет выше выше чем у любого другого онлайн сервиса потому что мы собираем для вас базу ваших клиентов то есть кроме того что вы получаете 42 отзыва 42 отзыва на 600 долларов вы потратили только и максимум 15 долларов на отзыв вы получаете отзыв по хорошей цене это первое и второе вы получаете базу данных клиентов 69 человек 72 человек извините 72 человека из которых там куча всяких информации это об этом я уже говорил я считаю что это это реально эффективно ну покажите мне какой-то более эффективный сервис я знаю что есть продавцы в этой группе которые тратили на отзывы 65 долларов я знаю я всегда могу ответить за свои слова я я знаю кто приходил с такой проблемой и что реально на несколько тысяч долларов потом получено вот столько вот отзывов потому что товар там из какой-то сложной категории так далее я считаю что 65 отзывов это вообще too much при том что наш наша эффективность составила чуть меньше 15 долларов ну да плюс подарок плюс подарок ну как бы ну окей ваш ваш репеллер если вы его производите да из китая и там на каком преп-центре будет стоить значительно дешевле чем 40 долларов по которым вы продаете там на amazon или я не знаю сколько там 25 долларов 30 долларов то есть производстве он будет стоить в производстве из доставки как подарка клиенту он будет стоить реально копейки результат результат достаточно хороший коэффициент полезного действия в данном случае достаточно высокий я надеюсь что я ответил на этот вопрос опять же я постараюсь и в этой группе и в других наших других партнерских группах показывать результаты да мы не можем показывать товар клиента потому что это запрещено вот но мы можем показывать результаты которых мы добились я всегда могу это подтвердить и все мои клиенты знают что если я что-то говорю то это реально у меня есть реальное подтверждение на руках я могу доказать это опять же если вам интересно вы хотите попробовать или обсудить эту услугу проходите на наш сайт custom care.us заполняйте там простая анкета не забудьте написать промо код project или project amazon и мы с вами свяжемся уже на индивидуальной консультации и обсудим любую из наших услуг то есть на сегодняшний день я считаю что опять же повторюсь что у нас есть крутые наработки которых нет у многих других мы живем в соединенных штатах америки они в других странах и мы знаем как это работает именно здесь соответственно если она будет помощь буду рад на это на любые вопросы ваши ответы так если больше нет вопросов то я почитаю ваши комментарии после завершения нашего вебинара и буду с удовольствием рад поговорить с вами в личных консультациях или звоните пишите моя информация обо мне есть везде вы можете мне в личку написать мы можем поговорить по зуму к сожалению сегодня мы выходим вот в таком формате зум не работает то есть мы пытались подключиться три раза и все разу все время виснет фейсбук ругается зум ругается еще раз спасибо за то что смотрели меня зовут антон чехов обращайтесь на сайте также вы можете посмотреть не только спешек наших услуг но и цены все возможные опции мы готовы обсудить с вами лично и давайте давайте работать буду рад критики любой критики то есть конечно конструктивной да то есть если вы скажете что наш товар говно объясните пожалуйста почему и мы его я скажу программистам что товар говно и они скажут что да давай мы сделаем его лучше потому что он без этого и вообще никак мне кажется все спасибо антон чехов был с вами давайте дальше поговорим личке пока пока